Генри Мур родился 30 июля 1898 года в городе Каслфорд, Великобритания. Происходил из шахтерской семьи. В 11-летнем возрасте решил стать скульптором, услышав о Микеланджело и его достижениях. Участвовал в Первой мировой войне, был отравлен газами в бою под Камбре, 1917. Продолжил традицию монументальной фигуративной пластики и обогатил ее новыми художественными методами формы образования. В творчестве Мура прослеживается тенденция, направленная на освоение открытой формы, его целью была передача взаимодействия пластической массы и пространства, как окружающего скульптуру, так и заключенного внутри нее. Мур родился 30 июля 1898 года в Каслфорде, графство Йоркшир. После Первой мировой войны учился в художественном колледже в Литсе и Королевском художественном колледже в Лондоне, где преподавал с 1924 по 1932, он оставил работу в колледже лишь однажды для совершения поездки в Италию. Мур всегда интересовался скульптурой Древней Греции, Этрусков и Майя. Под влиянием этого увлечения, а также идеей верности материалам, высказанной критиком Роджером Фраем, он обратился к созданию подчеркнуто материальных форм, символизирующих природное, земное начало. На их основе строятся его скульптуры, среди которых преобладают женские фигуры и композиции на тему семьи и материнства. Сначала его работы были достаточно близки к реальным объектам, позже приобрели абстрактный характер. Для церкви С.В. Матфея в Нордхимптоне он создал в 1943-1944 статую Мадонны с младенцем. Персональная выставка Мура в Музее современного искусства в Нью-Йорке принесла ему славу одного из лучших мастеров XX века. В 1948 на венецианской выставке Биеннале он получил международную премию, а в 1953 – такую же премию на Биеннале в Сан-Паулу. Среди его многочисленных произведений – скульптурные композиции для здания редакции журнала «Таймс» в Лондоне, для здания ЮНЕСКО в Париже, Банка Ламберт в Брюсселе и Линкольновского центра в Нью-Йорке. Поразительная художественная цельность его произведений не имеет аналогов в истории скульптуры. Формы плавно и органично перетекают друг в друга, иногда образуя углубления и зияющие пустоты – дыры. Однако Мур никогда не занимался проблемами чистой формы, его интересовали образы, напоминавшие природные формы, древние камни, обтесанные стихиями за много веков, горные пещеры, вымытые подземными потоками, эмбрионы в материнском чреве. Человеческое тело как целостная органическая система. Художественный образ представлялся мастеру как бы изначально существующим в самом материале и лишь ожидающим, пока его освободит резец освоятеля. Мур создавал свои композиции из дерева, камня, бронзы, железобетона и терракоты, а также выполнил ряд произведений из дерева и свинца, части которых были скреплены туго натянутыми струнами или медной проволокой. В стиле его акварелии рисунков пером получила воплощение повышенная восприимчивость мастера к реалиям окружающей действительности, но даже в композициях, выполненных в годы Второй мировой войны в лондонском метро во время налетов. Немецкой авиации, главное место отводится выявлению самых существенных, обобщенных форм человеческого тела, а эмоции и индивидуальность моделей играют второстепенную роль. В 1984 году в честь 750-летия Берлина Генри Мур создал скульптуру «Бабочка», отлита в литейной мастерской Германа Наака, которая в 1987 году была установлена напротив Берлинского дома культуры народов мира, который тогда еще служил. Конгресс-центром. Умер Мур в своем доме призматч Хетхем, графство Хартфордшир, 31 августа 1986 года.